Привлечение органов государственной власти к организации доступности социальных объектов. Такова главная цель двухдневного семинара, организатором которого выступила Ненецкая окружная организация Всероссийского общества инвалидов. В мероприятии приняли участие руководители учреждений, представители власти и уполномоченные по правам человека в Ненецком округе. Мир должен быть доступным. Такое название форуму дали не случайно. Ведь по статистике в стране каждый десятый является инвалидом, а в Архангельской области каждый восьмой. Но не всегда люди могут их видеть, в силу того, что у инвалидов просто нет возможности выйти на улицу. На сегодняшний день не организован и досуг инвалидов. Здесь, к сожалению, мы очень сильно на сегодняшний день проседаем, потому что нужно признать, что ни одного объекта развлекательной инфраструктуры, либо инфраструктуры оказания услуг, будь то парикмахерские кафе или кинотеатры, к сожалению, у нас таких объектов нет. Государственная программа «Доступная среда» стала работать на территории региона только в 2015 году, после передачи соответствующих полномочий из Архангельской области. На ее реализацию выделено более 83 миллионов рублей. Большая часть средств – федеральные. За три года удалось добиться многого, в том числе обустроить специальными пандусами и кнопками вызова учреждения и организации города, а также приобрести амбулифт для окружного авиапредприятия. Сегодня у нас доступным уже стал и организация, которая предоставляет транспортные услуги. У нас в основном это аэропорт, там приобретен амбулифт, который позволяет сегодня в тех сегодняшних условиях инвалидов привезти погрузку в самолет, потому что мы знаем, что это были большие проблемы. До этого авиачат проводил обучение специалистов, сотрудников своих, которые физически просто эти коляски поднимали. Сейчас это все автоматизировано, удобно. Виталий Хабаров – активист Ненецкой окружной организации Всероссийского общества инвалидов. Молодой человек занимается вопросами обеспечения доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. По его мнению, не все, что делается в стране для инвалидов, подходит для нашего региона. Например, информативная плитка для слабовидящих. У нас установили тактильную плитку, но лично мое мнение, что в условиях крайней серии тактильная плитка неинформативна. По одной простой причине. Зимой, даже если мы очистим ее от снега, на плитке скапливается налив. И, как правило, это препятствует тактильному контакту человека с нарушением зрения и данной плитки. Потому что чувствительность роста совершенно меняется. Поэтому это может существенно человеку отизориентировать. Безопасное перемещение по улицам и возможность беспрепятственно выйти из дома – это еще не все. Как считает уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Лариса Свиридова, для инвалидов важно создание не только комфортной окружающей среды, но и психологического сопровождения. И сколько бы мы законов с вами не написали, если психологическая помощь и адаптация человеку не оказана, надо все-таки начинать с этого. И сейчас здесь сидят организации и представители активного большинства общественных организаций, которые именно должны вместе со мной в партнерстве начинать изменять психологию. То есть, если раньше мы понимали в послевоенные годы, что вполне может быть какая-то уже норма, что человек утратил конечности, или он оглох в результате какого-то ранения, и вообще это было какой-то нормой. То есть сейчас мы понимаем о том, что при современном мире изменилось все. Изменились технологии, изменилось восприятие. И в то же время нужно именять психологическую составляющую. В целом участники семинара сошлись во мнении, что в последнее время отношение к людям с ограниченными возможностями изменилось в лучшую сторону. В людях с инвалидностью видят теперь полноправные граждане, ибо не только законодательством запрещена любая дискриминация людей с инвалидностью, но и сознание людей со временем меняется. Люди понимают, что человек с ограниченными возможностями здоровья, он ограничен может быть только в какой-то одной своей сфере, в передвижении, в зрении, по слуху. Но в остальном он обычный, нормальный человек. У инвалидов очень часто работает так называемая компенсационная функция. Если он плохо ходит, он хорошо соображает. Если у него слабые ноги, у него очень сильные руки и так далее. По итогам форума участники обменялись мнениями и определили совместный план работы на ближайшее время.